Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Здравствуйте. И сегодня обязательно поговорим о тех проблемах, с которыми сталкивается сфера культуры. Наше заседание сегодня посвящено национальной программе в сфере культуры. Задача её формирования была поставлена в майском указе этого года. Нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. И не в отдалённом будущем, а сейчас. Страшно за коллекцию, потому что во время дождя всё капает, работники расстилают плёнку. Крыша там плоская, площадью свыше тысячи квадратных метров, собственно, представляет из себя бассейн. Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензе, и я автор этого видео. Пензе Пензе Здесь кубок и стакан с матовой гравировкой, медными колёсиками создавали такой тончайший рельеф. Какой-то нищий, наверное, или бедняк целует руку вельможи. Этим не может попасть никакой другой музей. К сожалению, часть экспонатов приходится убирать из-за того, что дождь проевает, и витрины освободили часть пустые. И есть, конечно, опасность в том, что некоторые фрагменты этого потолка могут упасть и на людей. Последние три года мы, сказать очень, если проще, мучаемся с крышей. Кровля Кровля была постелена мягким кровельным материалом, то есть рубероидом в простонародье называемым. И эта кровля, конечно, гарантированно может служить в тени двух-трёх лет. Потом она трескается от морозов, от снега, от дождя, от льда и так далее. Приходит в ней годность. Вода протекает через многочисленные протечки в крыше, попадает на подвесной потолок, эти панели вываливаются, и с ними же и вываливаются светильники, а всё это достаточно дорогостоящее оборудование. Естественно, как директор галереи сидеть или стоять и охать, и ахать, и смотреть, и причитать, что происходит в Никольске, я не могу. Мы немедленно приобрели современный герметический материал, мастику такой, мы приобрели рубероид. Мы сегодня, вот с утра, куда рано-рано утром, выехала бригада из трёх наших специалистов галереи, потому что всё это делается за собственный счёт, за счёт заработанных нами средств. СМИ это никакая-то не предусматривает расходов этого года. В ходе встречи с горожанами было принято решение перекрыть крышу Никольского музея стекла и хрусталя, чтобы сохранить ценные экспонаты. Модернизировать здание, где представлена одна из уникальнейших и крупнейших коллекций в стране, намерены уже в следующем году. Несмотря ни на что, всё наладится, жизнь продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова